Доброго дня! С вами канал Процветок. Я травница и провизор Ольга Спиридонова. Смотрите, в каком чудесном месте мы находимся. Здесь воздух как насыщенный, как бальзам. Его можно пить. И я надеюсь, мы все с вами любим, когда чистый воздух, когда приятные запахи. Но сегодня мы с вами поговорим о такой неэстетичной проблеме, как дурной запах от тела. Большинство дачников, большинство огородников – это люди в возрасте. И мы с недоумением обнаруживаем, что чем старше мы становимся, тем труднее нам ухаживать за телом так, чтобы от него не пахло плохо. Почему это происходит? Откуда такой плохой запах у пожилых людей? В 2000-х годах японские ученые провели исследование и выяснили, что кожа людей старше 40 лет выделяет вещество 2-но-не-наль. Именно это вещество, связанное с гормональной перестройкой, с повышенным выделением жирных кислот, образует на коже людей возрастных вот этот вот неприятный аромат. И что делать? Мыться 5 раз на день? С возрастом, особенно у людей старше 50-ти, старше 60-ти, кожа становится сухая, нежная. Тереть ее сильно, только вредить ей. Что же нам делать? Давайте мы сегодня поговорим о такой вот интимной проблеме с вами. С точки зрения природного фитооздоровления, которое мы изучаем в нашей фитошколе Дивея, с точки зрения практичности дачной, что мы можем с этим делать? Конечно, мы обращали внимание на то, что женщины в возрасте, мужчины в возрасте любят очень яркие ароматы парфюмерии, отдушки такие, от которых иногда даже трудно находиться рядом, близким. Но приходится терпеть. Что делать? С возрастом снижается обоняние, и люди часто даже не замечают, что от них плохо пахнет. С возрастом снижаются какие-то социальные функции. Люди реже переодевают белье, одежду, реже стирают постельные, просто потому что им это трудно. Реже наводят порядок в своем жилище, да, где-то, может быть, какие-то старые вещи по углам остаются. И все это провоцирует именно вот этот вот неприятный запах. Что мы можем сделать? Разумеется, то, что касается окружающей среды. Можно нанять клининг и вымыть квартиру. Можно поменять белье, можно поменять какую-то одежду. Да, все это можно. Но что делать с телом? Что делать с телом, которое пахнет? Тут нам помогут травы. Чаще всего пахнет кожа. Почему? Потому что кожа – самый большой выделительный орган нашего тела. Все, что мы едим, все, что мы поставляем внутрь, у нас с потом и с жиром выделяется через потовые и жировые железы и остается на нашей коже. Как это удалять? Как это очищать? Прежде всего задуматься о том, что мы употребляем внутрь. Чем старше мы становимся, тем проще, природнее, естественнее должна быть пища, которую мы употребляем, которая не дает такого обилия шлаков. И это пойдет на пользу нам, потому что чем старше мы становимся, тем старше становится наша пищеварительная система. Она уже не в состоянии переваривать ту химию, красивую, яркую, ароматную, которая в большинстве своем продается в магазинах. И тут на помощь нам приходит магазин «Про цветок», который помогает нам с семенами, саженцами для того, чтобы на нашей даче, для того, чтобы на нашем огороде росли натуральные овощи, фрукты, ягоды, которые мы можем употреблять. Итак, введение в пищу достаточного количества овощей, фруктов, ягод по сезону, то есть не авокадо, не маракуйя, а наши простые родные огурчики, помидорчики, кабачки, тыквы помогают нам не перегружать организм шлаками. И, соответственно, помогают нам не выделять спотом какие-то чрезмерные неприятные ароматы. Если речь идет о мясной продукции, то каком-нибудь копченой колбасе лучше предпочесть, например, вареную грудку куриную или вареную грудку индейки. Если речь идет о напитках, то лучше это выпить травяную чашку чая, причем именно травы, которые выводят токсины из организма. Например, иван-чай, о котором мы вам много рассказывали. Например, ферментированный чай из листьев плодовых деревьев. Например, ромашечку с мятой, то есть то, что помогает нам очистить организм. Укроп, который будет выводить шлаки, который будет выводить отеки и также будет помогать не пахнуть нам плохо. И, конечно, лучше питаться овощами, фруктами, которые посажены нами на своих огородах из семян, из саженцев, купленных в магазине Процветок. И лучшими из них будут такие огурцы, кабачки, тыквы. Почему? Эти растения содержат много витаминов, они содержат много воды и не содержат каких-то тяжестей. Они содержат много пектина, клетчатки, которые помогают очищать кишечник и выводить шлаки из организма. Очень хорошо пойдет морковка, очень хорошо пойдут напитки или блюда из ботвы моркови, ботвы свеклы. Мы рассказывали об этом на нашем канале Процветок. Они также помогают очищать печень и выводить шлаки из организма. Очень хорошо подойдут блюда из свеклы. Они тоже очень неплохо помогают очищать нашу печень, очищать кровь и очищать кишечник. Но это про внутреннее очищение. Вместе с чаями травными, как я уже сказала, малина, таволга, иван-чай, листья березовые, молодые березовые листочки, ромашка, мята, хорошо бы очищать организм и снаружи, так чтобы кожа приобретала нежный аромат и не имела вот этого спортивного старческого запаха. Как это сделать? Очень хорошо делать, конечно, если вы в городе, ванны из отваров трав. Как мы это делаем? Берем 2-3 горсти травы, помещаем в марлевый или полотняный мешочек, завариваем в 3-5 литрах воды и сливаем в ванну, принимаем в ванну. Какие это могут быть травы? Это может быть календула, это может быть ромашка, это может быть лаванда, это может быть мята, это может быть череда, это может быть экстракт хвои, купленный в аптеке или сделанный самостоятельно из хвойных веточек. Это может быть сенная труха. Что хорошо, эти же отвары трав помогут вам не только справиться с дурным запахом от тела, но и помогут вам привести в порядок суставы, например, давление или нервную систему. А что делать тем, у кого в ванной нет? А тут мы придем вам на помощь и расскажем о секретиках, которые мы преподаем в нашей фитошколе Дивея. Вы можете сделать волшебную травную чудо-мочалку, которая поможет вам ухаживать за кожей, за телом и избавлять от запаха одновременно. Берем те же травы – ромашка, шалфей, календула, березовый листочек, лист дуба, тысячелистник, иван-чай. И что мы с ними делаем? Мы их можем смолоть в порошочек и засыпать в такую полотняную или махровую варежку-мочалочку. Засыпаем эти сборы трав в чистом виде, можем смешать их с молотым мылом или с молотой овсянкой, или с молотой рисовой мукой. И у нас получится такая многоразовая варежка-мочалка. Вот этой вот мочалочкой, смоченной в воде, мы моем тело. Еще раз перечисляю, что у нас туда входят травы, можно добавить туда тертого мыла, молотая овсянка, может быть молотая рисовая мука в порошочек. Что хорошо, эта варежка-мочалка будет не одноразовая. Вы можете помыться ею, положить ее высушиться на батарее или на солнышке, и таким образом использовать ее 2-3 раза, пока из нее не перестанет выделяться окрашенный цветной отвар. Такие варежки-мочалки очень хорошо оздоравливают кожу, убирают шлаки, токсины с вашей кожи и помогают организму вернуть свой естественный природный запах. Я думаю, что это очень и очень хорошо поможет людям в возрасте чувствовать себя приятными своей семье, приятными самим себе, и иметь настроение, иметь достаточно бодрое состояние для того, чтобы работать на своей любимой даче. Ежели совсем никак не получается с травами, сейчас очень много линейек, парфюмерии, которые используют экстракты растений. Покупайте с ненавязчивыми запахами гели для душа, шампуни очищающие, сейчас тоже много с лавандой, с душицей, с чабрецом. И ваше здоровье, ваш аромат будет всегда радовать и вас, и ваших ближних. А мы всегда поможем вам советом, информацией. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и у нас для вас много интересного. Канал «Про цветок» и я, травница-провизор Ольга Спиридонова, всегда будем рады помочь вам.